Одесские строители все разрешительные документы должны получать по месту проведения работ. С такой инициативой на встречу с коллективом предприятия «Одестрой» выступил народный депутат Украины Сергей Кивалов. Новый парламент должен принять закон о так называемой строительной децентрализации. Только тогда, уверен парламентарий, с практикой взяток и поборов будет покончено. Подробности далее. Строительство дворца спорта, реконструкция оперного театра, десятки объектов образования и здравоохранения. Вот далеко не весь послужной список предприятия «Одестрой», которое не так давно отпраздновало 50-летие. Накануне с трудовым коллективом фирмы встретился кандидат в народные депутаты Украины по 135 округу Приморского района Сергей Кивалов. Вы знаете, что интересует граждан, особенно то, что касается строителей? Все то, что сделали за последние 4 года, оно разрушает всю строительную отрасль. И вот я сегодня отвечал на те вопросы, они поднимали вопросы, говорили, говорили в отношении наказов, чтобы убрать то среднее, то звено, которое сегодня у нас появилось. Хорошо знаю, давно знаю. Мы строители, и он тоже все время строит. Поэтому мы как-то по делам встречаться не встречаемся, но сравниваем как. Вполне-вполне достойный депутат Украины. И мы, конечно, довольны, что он сегодня пришел, рассказал о своей работе. Эта встреча своевременно, и я считаю, что она вполне полезна людям и всем нашим строителям. Человек делает для города, для людей, для молодежи, стадионы, площадки, ну и все целое за. Кивалову лично, конечно, есть пожелание, чтобы он продолжал в том же духе, чтобы заботился о людях, о молодежи, о наследии города Одессы. Встреча прошла в формате диалога. Сергей Кивалов не только рассказал о многих социальных проектах, результатах проделанной работы как на округе, так и в стенах парламента, но и выслушал предложения строителей. Строители хотят, чтобы в новом парламенте пересмотрели закон об архитектурной строительной деятельности, в частности, по поводу работы государственной строительной архитектурной инспекции. Мы хотим, чтобы работа этой организации была более прозрачной. Сергей Кивалов в этом вопросе занял позицию людей труда. Пока органы надзора находятся в столице, ни о какой прозрачности в сфере строительства говорить не приходится. Один из первых законов, который необходимо будет принять новому парламенту – закон о строительной децентрализации. Профильные органы контроля и надзора должны быть возвращены в регионы. Нам нужно провести в строительной отрасли полную децентрализацию, вот здесь. Верните назад на территорию разрешение на строительство того или иного объекта. А то вроде бы земля города принадлежит или населенному пункту какому-то, а разрешение, чтобы строить, нужно ехать и выстаивать очереди, умолять, говорить, договариваться, чтобы они дали какое-то разрешение. Это недопустимо. Нужно принимать один раз закон, четко прописать правила строительные и, наверное, мы выйдем из этой тяжелейшей ситуации. Трудовой коллектив предприятия «Одестрой» единогласно решил поддержать Сергея Кивалова в нынешней избирательной кампании. Виталий Хим, Юлия Польнова, телеканал «Репортер». Субтитры создавал DimaTorzok